Пятый выпуск В небывалой голубой дали Внемли звуком небывалых слов Сладко-сладко замирает кровь Там ветра летят, касает звезд Там деревья не боятся гроз Океаном вредят корабли Там на самом краю земли Там... Да-да-да... 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 Держим путь с Ерского берега в город-герой Мурманск! Мы прибыли в Мурманск А дальше мы поедем на полуостров средний и рыбачий Вот на этой вот буханочке на три дня она наша! Полуострова расположены один за другим и находятся от Мурманска на расстоянии 150 км, которые поближе средний, более дальний и северний это рыбачий. Территория полуостровов пограничная и для ее посещения требуется заранее полученный пропуск У нас его никто не проверял Смотрели только паспорт Но мы его, конечно, оформили Дмитрий водитель Как, нравится аппарат? Да точно! Самое главное не отвлекать водителя Эмоции переполняли нас от предскушения туннеля И мы действительно вначале думали, что тачка огонь И самое главное не отвлекать водителя Так, вот мы и добрались До среднего Дверем Опа! Сейчас, Сера, смотри аккуратно, травмироваться можно Передвигаться по полуостровам нужно на машине с большой проходимостью Так как роль дорог выполняет пляжи, броды, каменные рельефы, повсеместно разбросанные валуны Не буду скрывать На некоторых участках Совсем не протяженно Мы, конечно, разгонялись Аж до 45 км в час Но ощущение было, что мы В самолете, идущем на взлет Но в основном мы тряслись По выборе Подобно стиральной доске А крейсерская скорость наших передвижений Варьировалась от 10 до 20 км в час Нужно было пройти Около 250 км В обе стороны Посетить множество интересных локаций И на это было 3 дня Хребет Муштатунтуры перед нами Коренное население Испокон века Здесь, ребята, были у нас саамы Народ по численности небольшой Но очень дружелюбный Хорошие люди Переводится с аамского Муштатунтуры как Черная гора Вот на этих отрогах фашистские Полчища были остановлены В первый день ведения боевых действий На севере здесь Или в первый день войны На Мурманском направлении Это еще 4,5 тысячи Км от Черного моря Единственное место Где враг был остановлен В первый день боевых действий На этом 6-километровом Участие фронта От моря до моря Все южные скаты Муштатунтуры, которые находятся С той стороны, ребята И вот эти вот северные скаты Они были в наших руках Южные скаты были в руках Австрияков и финнов На хребте Муштатунтуры 1200 дней и ночей Лилась людская кровь Они сидели там В обороне фашистов Расстояние между Обороняющимися, ребята На хребке На самом муштатунтуре Было от 30 до 70 метров Вы представляете Здесь люди Убивали друг друга Глядя в глаза друг к другу 1200 дней и ночей Рыбачий средний был В блокаде Блокада Страшное понятие Западной Европы По уничтожению людей Любым способом А вот на колокольнике Висит наш с вами Народный колокол Девять лет назад На деньги собранные Вот в этом музее Мы его заказали в Воронеже Нам его отлили Ребята Он статилограммовый Позвоните в этот колокол Во имя всех Бабж Всех живых Вечная память Бойца погибших Освобождая свое человечество Как вы уже поняли Прокатим и взяли У вас В простонародье Уханка Из плюсов Отличная проходимость На этом пожалуй все Из минусов Трясло нас так Словно мы проходили Отбор в космонавты Двери открывались Самопроизвольно В движении А в щели Проникал не только Свежий воздух Но и толстый слой Придорожной пыли Но это лишь сделало Нашу поездку Незабываемой Дрон Остановившись Посадить дрон Насладились не только Природой Но и ее дарами Проезжая по западной стороне Полуострова Средний Мы не могли не заехать На батарею береговых орудий Всего их четыре И у каждого Подземное помещение Для персонала Складов И боеприпасов Только к вечеру Мы добрались к скале Два брата Возле нее И заночевали Возле самой скалы Ветер был более сильный Пришлось разбить лагерь За поворотом Скала Два брата Это загадочный Вельглепный Памятник природы Образовалась благодаря Дождю Морозу Солнцу Ветер Тысячелетиями Выдувал менее крепкие Горные породы Камни Вот уж поистине Природа Лучший дизайнер Местное население Саамы Считали их Священным камнем Их обожествляли Им Поклонялись Примерно в одном километре От скалы Два брата Находится Место Под названием Берег Рыжих Камней Это причудливые скалы Огромные валуны Поврежденные Ветрами Эрозией Имеющей Необыкновенный Рыжий Окрас Деревья становились все ниже Значит к тундре подъезжали мы все ближе Тундра Покрыта мхами или шайниками Их здесь много И они нередко образуют сплошной покров На огромных пространствах Как мхи Так и лишайники Прекрасно переносят Суровые условия Тундры Это низкорослые Неприхотливые Растения Которые могут зимовать Даже в самых суровых условиях Дорога неожиданно заканчивается И мы выезжаем На пляже С необычным Серым цветом воды Дорога неожиданно заканчивается На пляже На пляже На пляже Советское судно Став Постоянным жителем И достопримечательностью полуострова Рыбачий Мы находимся на самой северной точке Европейской части России Это Баренцево море Которое впадает В северно-ледовитый океан Там И дыра летят Касает звезд Там Деревья Не боятся Гроз Океанам Вредят Корабли Там На самом На краю Земли Там Да-дай, да-дай 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 Впереди виднеется еще один великолепный пляж С немыслимым серым цветом песка Такого цвета я раньше нигде не встречал Я конечно знал, что есть пляжи с серым цветом, например на Камчатке Но там цвет песка значительно более темный Как только вдали увидел этот пляж, я заявил, что выхожу Мои друзья уехали на другую локацию, уж не знаю, где они бродили Этот пляж был только мой, я кайфовал Мыс Кикурский Имеет хребет, который состоит из больших уступов, спадающих до поверхности воды Очень красивое место, где можно ощутить всю мощь природы Тундровая растительность, своеобразный ландшафт Потрясающий вид черных скал и величественных рифов Именно эта красота северной природы и манила меня в эту поездку Именно средний и рыбачий были главной целью А мыс Большой Скоробеевский стал самой дальней нашей точкой на полуострове Осмотрев его, мы двинули в обратном направлении Место, где мы разбили вторую нашу ночевку на полуостровах Оказалось очень киношным Ужин с видом на личный водопад Чего еще можно пожелать на закате? Сегодня у нас праздничный ужин Посвященный тому, что мы посмотрели самые северные точки России Насладились прекрасным видом И теперь мы отмечаем это дело Праздничной сгущенкой и кинзмараули Которую мы везли с самого юга Ура, товарищи! Ура! 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 Как запомните, Букель является автором нами всеми любимой песни Прощайте, скалистые горы На подвиг отчизна зовет Прощайте, скалистые горы На подвиг отчизна зовет Мы вышли в открытое море Суровый и дальний покой А волны истонут и плачут И плещут об от корабля Расстоял в далеком тумане рыбачий Родимая наша земля Спасибо за просмотр Если понравилось видео Ставьте лайк И подписывайтесь на канал До будущих побед, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok